В этом году 16 регионов России получат субсидию из федерального бюджета на развитие центров одаренных детей, в их числе и Чувашая. Это стало известно на заседании Совета приполномоченном представителе президента Российской Федерации. О том, куда наша республика планирует вложить средства и что уже есть в Чувашии, тема нашего сегодняшнего разговора. И в гостях программа по существу министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов. Сергей Владимирович, здравствуйте. Ну и сразу первый вопрос. Добрый день. Какой размер субсидий и на что будут направлены уже полученные средства? Чувашская Республика в 2018 году участвовала в получении гранатов на реализацию приоритетных национальных проектов в таким направлении, как успех каждого ребенка, цифровая образовательная среда. И в этом году более 590 миллионов рублей будет направлено на то, чтобы создать условия, чтобы наши дети занимались творчеством, другими направлениями. Будут созданы такие важные вещи, как кванториум, IT-клуб и другие направления. Я думаю, это позволит действительно провести дальнейшую социализацию наших детей, которые имеют потребность не только в урочное время, но и в нерочное время развивать свои способности. Ну, создание эффективной системы, работать с одаренными детьми и молодежью – это, пожалуй, одна из ключевых тем развития образования на ближайшие годы. Как вообще у нас обстоят дела с этим направлением? Я хочу сказать, что у нас успешно реализуется эффективная модель не только общего школьного образования, но и успешно реализуется такой проект, как доступные дополнительные образования детей в Чувашской Республике. И продолжением этого проекта как раз является реализация регионального национального проекта в образовании – это успех каждого ребенка. В рамках этого у нас в Чувашской Республике будут задействованы ряд важных мероприятий. У нас в системе дополнительного образования функционирует 104 учреждения дополнительного образования. И охват детей дополнительного образования в Чувашской Республике составляет 70%. В рамках реализации вот этого приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» будет происходить дальнейшая социализация наших детей. Словно говоря, мы сможем нашим детям дать различные дополнительные курсы, программы, как по техническому творчеству, так и по образовательным программам, по искусству, по спорту и по другим направлениям. Вот на следующий день у нас где-то 16% детей занимаются техническим творчеством. То есть это позволит дополнительно получить качественное не только общее образование, но и дополнительное образование в Чувашской Республике. У нас уже есть центр внешкольной работы «Эткер». Они вот так же, кстати, работают, да, с одаренными детьми. Планируете ли создать какой-то новый центр или часть средств, может быть, Эткеру отдать, вложить в него? Действительно, у нас есть центр «Эткер», на базе которого мы создали региональный модельный центр, который будет координировать всю работу по дополнительному образованию в Чувашской Республике. Будет координировать взаимодействие с другими министерствами, ведомствами, с другими образовательными учреждениями. Ну и самое главное, у нас происходит взаимодействие всех уровней образования. То есть общее образование взаимодействует с учреждениями среднего профессионального образования, взаимодействие с учреждениями высшего профессионального образования. У нас успешно реализуются такие программы, как профильное, предпрофильное образование. функционируют инженерно-технические классы. И ВУЗы успешно реализуют такие проекты, как университетская суббота, университет для детей, малый физмат и другие направления, агроклассы. Ну и вот, соответственно, поручением главы Чувашской республики у нас уже второй год успешно реализуется такой интересный проект, как науку в школу. То есть наши дети даже в сельской местности должны иметь возможность приобщаться к современным цифровым образовательным технологиям. То есть среда образовательная на всех предметах, особенно технической направленности, физика, химия, биология, должны соответствовать тем современным требованиям, которые проявляются к качественному нашему образованию. Кроме того, на базе Центра Эдкер у нас уже запустили мы на геоатор дополнительного образования. То есть наши уважаемые родители, дети имеют возможность сами определять те дополнительные программы, по которым они могут свои способности и свои природные наклонности развивать во внерочное время. Этот навигатор позволяет как раз определить, во-первых, какие программы интересны нашему учащемуся, подрастающему поколению. Причем в этих навигаторе не только учреждения образователя, но учреждения спорта, искусства и другие направления. Но и самое главное, позволяет родителям выбирать те важные направления, которые считают важными для своих детей. Вы думаете, с какого возраста детям нужно заниматься еще чем-то, помимо какой-то стандартной программы? Не рано ли, допустим, в детском садике уже начинать? Потому что полно сейчас всех вот этих вот... Ну вот сейчас очень много говорят о цифровой экономике, цифровой экономике, цифровой общества, цифровом образовании, о повышении производительности труда. На мой взгляд, самое главное, вот эти кадры готовятся даже не в ВУЗе, не в учреждении среднего профессионального образования, даже не в школе, а начиная с дошкольного возраста. Дети настолько продвинутые, их даже называют поколение Z, которые действительно живут в такой интерактивной среде, которая позволяет уже с детского сада, по сути дела, проводить какую-то предпрофильную или профильную погружение в те или иные специальности. Конечно, на уровне своего возраста. Потому что дети успешно даже в дошкольном возрасте осваивают и робототехнику, и программирование, и приобщаются даже к 3D-моделированию. Это очень важное направление, которое позволяет как раз развивать с начального и дошкольного возраста, и школьного возраста, те важные технические навыки, которые позволят ребенку потом правильно выбрать дальнейшую территорию развития и обучения. Ну, я думаю, что это позволяет как раз вот и готовить те нужные кадры, которые так необходимы, и прозвучали в послании президента России о том, что нужны те кадры, которые позволят развивать нашу цифровую экономику. Ну, даже с той же робототехникой, да, если ребенка не будет дальше работать по профессии, это для общего развития все равно ведь нужно, важно. И вообще здорово, что они изначально уже умеют это делать. Ну, как показывает практика, и если промониторить спрос наших ведущих работодателей, то сейчас нужны те специалисты, которые обладают не одной специальностью, а обладают спектром нужных компетенций. Они должны знать и иностранный язык, и программирование, интернет должны знать, и, конечно, 3D-проектирование, моделирование, робототехнику, мобильную и так далее. На инвестиционном форуме в Сочи, вот о нем мы говорим в том числе, кабинет министров Чувашии и образовательный фонд «Талант и успех» подписали соглашение о сотрудничестве. Фонд поможет создать в Республике региональный центр поддержки одаренных детей, но вот по модели «Сириуса». Какие у нас планы насчет этого центра, и когда планируется вообще его создание? Вот в рафтах тех средств, которые в этом году направлены на развитие такого приоритетного регионального проекта, как «Успех каждого ребенка», более 213 миллионов рублей как раз направляется на создание такого нашего регионального центра развития поддержки одаренных детей, и более 200 миллионов рублей направлять из республиканского бюджета. И действительно, на нашем российском инвестиционном форуме в Сочи, главой Чувашской республики и между фондом «Талант и успех» было подписано соглашение о создании такого же центра по типу «Сириус», который будет создан обязательно в этом году, подчеркиваю, в этом году, для того, чтобы развивать наклонности природные, для того, чтобы поддержать наших талантливых, одаренных детей. Сейчас мы, кстати, проводим конкурс. Я вот приглашаю наших уважаемых учащихся, в первую очередь, и, конечно, радеясь подключиться. Мы думаем над названием этого центра, который будет создан в городе Чебоксара, в Чувашской республике, для того, чтобы придумать красивые названия. Вот как есть у «Сириуса», возможно, сейчас наши уважаемые потребители этих услуг смогут придумать красивые названия. Этот центр позволит как раз развивать не только по направлению образования, но этот центр будет направлен на развитие наклонности наших уважаемых учащихся и в сфере спорта, и в сфере искусства. И, думаю, это позволит, допустим, поднять качество на более высокий уровень образования в Чувашской республике. Ну что ж, Сергей Владимирович, большое спасибо за беседу, большое спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. А я напоминаю, в гостях программы «По существу» мы общались с министром образования и молодежной политики Чувашей Сергеем Кудряшовым. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»